При каком гормональном сбое выпадают волосы? Переживаете за свои волосы? Больно видеть каждый раз расческу полную волос? Устали очищать душевой слив и кажется ваших волос по дому больше, чем шерсти от вашего кота? В этом видео вы узнаете, как на самом деле растут волосы и топ-3 гормональных причин их выпадения. На связи Диляра Лебедева, интегративный врач-эндокринолог, гастроэнтеролог, нутрицолог. Подписывайся и жми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Здесь только про здоровье, молодость и красоту. Цикл волоса очень длинный и включает в себя три основные фазы. Фаза аногена, фаза активного роста. Фаза катагена, промежуточная фаза, когда луковица волоса теряет связь с сосудами и перестает получать питательные вещества. И третья фаза – телогена, фаза покоя, когда волос, по сути, уже мёрз, но всё ещё держится в коже головы. Ну, по сути, это кандидат на выпадение. Фаза активного роста волоса, самая длинная, занимает около 3-9 лет. Примерно 80-90% волос находится именно в этой фазе. Телогеновая фаза, она занимает несколько месяцев. То есть волос готовятся к выпадению несколько месяцев. И в этой фазе около 10-15% всех волос. И остальное приходится на фазу катагена, которая длится несколько недель. То есть переход от живого волоса к омертвлению в течение нескольких недель происходит. Вот это всё естественный цикл обновления волос. Как только волос открепился от сосуда, сразу же начинается снизу рост нового волоса, который как бы выталкивает старый. Почему же волосы в какой-то момент начинают сильно выпадать и становятся редкими? Всё дело в укорочении первой фазы, фазы роста. Тысяча волос перестаёт получать питание, а потом и вовсе выпадают. Есть множество причин, почему укорачивается фаза роста. Но я расскажу сегодня в этом видео только о трёх гормональных причинах. Итак, третье место нашего хит-парада причин волосопада занимает гормон стресса кортизол. Если ваша жизнь сплошная борьба, то чтобы выжить, закономерно повышается этот гормон. А с ним и норадреналин, второй его напарник. Эти гормоны вызывают спазм сосудов и мышц, что приводит к ухудшению кровоснабжения кожи головы. А значит и питанию волоса. Вы когда-нибудь испытывали боль и дискомфорт в коже головы при перекидывании пряди волос с одной стороны на другую, например, вот так вот? Или же когда распустите волосы после тугой резинки? Если да, то знайте, что это оно и есть. Такое выпадение называется стрессогенное. И оно прекращается сразу, как только улучшите кровоток и уменьшите стресс. На втором месте у нас половые гормоны, а точнее их дисбаланс. Если вы когда-нибудь были беременны, то не могли не заметить, насколько классными стали ваши волосы. Они были густыми, блестящими, шелковистыми, мало выпадали и очень быстро росли. Вы можете это наблюдать даже у наших животных. Знайте, что это заслуга эстрогенов и прогестерона, которых во время беременности просто огромный океан. Работая в паре, они удлиняют фазу роста и переходной фазы практически нет, а значит и нет активного выпадения. При возрастном снижении эстрогенов и прогестерона, закономерно волосы начинают редеть и расти медленнее. И масло в огонь, тот подливает тестостерон, который на фоне вот этого дефицита прогестерона укорачивает еще больше фазу роста, стимулирует выпадение и даже атрофирует фолликул так, что волос вообще перестает из него расти. Вот такое выпадение называется андрогенетическим. И яркий пример мы видим у мужчин, когда начинает редеть макушка головы и волосы там практически перестают расти. У женщин происходит то же самое, только не так ярко. И первое место нашего чарта волосопада занимает дисфункция щитовидной железы, которая часто остается недиагностированной из-за вялотекучего течения, неспецифической симптоматики и выжидательной тактики врачей. Гормоны щитовидной железы обеспечивают организм и волосяной фолликул, в частности, энергии для роста. При дисфункции возникает как бы энергетический коллапс, и организм начинает избавляться от самых бесполезных структур, такие как волосы. Фаза роста укорачивается, все больше волос переходит в фазу телогена, и через какое-то время начинается диффузный массивный волосопад. Это касается не только волос, кстати, на голове, а также редеть начинают наши бровки и реснички. Дефицит йода, аутоиммунный теридит, диффузный токсический зоб. Вот самые главные заболевания щитовидной железы, которые приводят как раз-таки в выпадение волос. И, кстати, этот тренд на самом деле растет с каждым годом. Как не допустить все эти три причины, я рассказываю на трехдневном бесплатном интенсиве о здоровье щитовидной железы. Приходите и забирайте море пользы для красоты и молодости. Ссылку на регистрацию я оставляю в описании. Субтитры создавал DimaTorzok